Всем привет, вы на канале Супер Кит. В общем, решил я пройтись по модернизации компа, и кроме смены винта, запланированы и некоторые другие действия. Очередным таким действием стало расширение оперативной памяти. Я бы не сказал, что у меня было мало этой памяти, а именно 16 гигабайт, но я решил, что 32 это не хуже, и поэтому заказал себе еще 16. Но данные планки не простые, они работают только с платформой AMD. Почему так? Можете почитать в инете сами, но главное в этой истории, что они стоят чуть ли не в два раза дешевле, чем всеядные планки. А в данном случае это самое главное, поэтому я и заказал. Каждая планка по 8 гигабайт. У меня 4 слота под память, занято только 2, поэтому еще 2 я займу этими планками. Память у меня DDR3. Частота моей памяти, которая уже установлена, 1333 МГц. Можно было купить новую 1600, но я решил на всякий случай взять такой же частоты. Естественно, мне также интересно узнать разницу в скорости работы этих планок и имевшихся ранее. Также есть смысл посмотреть на работу всех 4 и, естественно, протестировать новые планки. Для этого я скачал программу MemTest 86, которая совокупностью тестов сделает вывод о работоспособности. Далее смонтировал образ на флешку, кстати, на ту, которую восстановил в прошлом видео, так как эта программа работает без винды. И смысл тестировать именно так заключается в том, чтобы память не была занята несдвигаемой информацией и чтобы были протестированы все ячейки. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и я такой включил этот тест, хоть и знал, конечно, что он не короткий, но думал пару часов максимум. А на практике оказалось, что 16 гигабайт тестировались 12 часов. Честно говоря, данный тест сделал только ради видео, ибо я и так верю, что планки рабочие. Да и их неработоспособность все равно должна всплыть достаточно быстро в виде либо зависаний компа, либо синего экрана, либо вообще неработоспособности компьютера. А так, тест занял мой комп на весь день и выключить было жалко после каждого нового часа и неопределенность по времени пугала. В общем, подошел тест к концу, как и ожидалось. Ошибок нет, что сами можете наблюдать сейчас. Теперь можно посмотреть, что покажут оценочные программы в операционной системе. Начнем с планок, тест которых я сделал еще до установки новых планок, что логично. Хочу заметить, что для кого-то тесты будут не суперскими, но я и не претендую на премию «Самый мощный компьютер года». В данном случае смысл теста больше заключается в том, чтобы понять разницу с имевшимися планками, а не померяться одним местом с остальными. Тестирование будет программой AIDA и CrystalDiskMark и HDDTune, да, те самые, которые делают тест винчестеров и SSD. И пока делаются тесты, я расскажу, почему так. А так, потому что я создал локальный диск на оперативной памяти и новую память я купил именно для того, чтобы увеличить объем своего ран-диска, а не для винды. Так как винде и так хватало 10 гиг, которые я ей выделил из имевшихся у меня 16. Согласитесь, прикольно иметь такой локальный диск, который по возможностям разорвет любой SSD. Ответ на вопрос «Зачем тебе это надо?» отвечу сразу «Нужно». Бывает, я записываю сразу несколько локалок одновременно, и чтобы не грузить винт, и чтобы из-за его подгруза не тормозило ничего, да и сам жесткий диск не работал на износ, я и использую RAM-диск, объем которого у меня был раньше около 5 гиг, а сейчас переваливает за 20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин И, кстати, да, поскольку я делаю сейчас захват экрана, то это требует ресурса компа, поэтому тесты занижены от реальных. И вот пример. Тест при простое компа, только с новыми планками, снятой камерой. Можно видеть сейчас, сколько было, и стало по самому главному параметру. Ну, не снимать же мне так все видео, это повлечет к заметному ухудшению картинки, так что это своеобразная плата за качество. А напоследок еще один тест записи сначала с нового винта, на RAM-диск. А затем и с RAM-диска на самого себя. Ну что же, тесты подошли к концу, можно как-то все подытожить. Главное, что все нормально работает, что новые планки по скорости оказались даже чуть лучше, чем те, что были. Проиграли они лишь в скорости доступа, но сомневаюсь, что это вообще хоть как-то скажется на моих запросах. Поэтому я абсолютно доволен покупкой. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.